Чтобы понять, как в прошлом доминантный мужчина превратился в подкаблучника, мы записали общение Оксаны и Сергея. Мы показали это видео людям на улице. Давайте послушаем, что они об этом думают. Мы снимаем программу о браках, где женщина руководит, а мужчина подкаблучник. Вот что вы думаете о такой ситуации? У меня нет мужика, только е** у меня нет. Нету и е** у меня. Иди на е**. Нита, вот это не стил на меня взять. Она черноротая такая. Но она неудовлетворенная. Агрессивная. Строит своего мужчину. Дура дура, ну что? Я его могу наказать. Да, скотина, скажешь на меня. Ничего. Жесть. Неуравновешенная, наверное. Высокого мнения о себе. Ну, позволяет себя так с мужчиной вести, правда? Тварь такая. Я все подам, блядь. Пи**, ты, мальчик. Вот такой вот молотком 10 раз ударил, блядь, и она успокоилась. Он не любит лифчиков грязных. Я могу, блядь, одеть драконик, его ходить. Халат, блядь, он не любит в халате женщину. Он эстет. Понимаешь? Женщина не любит жизнь. За собой не сходи, это распущено. Не только физически, но и психически. И патенты кочены, тварь. Пишут. Да ничего, блядь, правда. Торма ты, блядь. Не мужик, раз терпят такое. Его охомутали, он так бедный пашет на ней. Наверное, борется за жизнь. Потому что он мазохист. Есть нормальное русское слово. Терпила называется. Подкаблучник, тряпка, она его сломала. И теперь не очень счастлива результатом своего эксперимента. Я хожу его драконию, все. Я тамщу по-любому. Ну это не семья, это что попало. Это зависимое поведение, созависимые люди между собой. Я бы разъелся. Я сказала, я на страху посажу по-любому его. Гормональные изменения, климакс. Она от рождения больной человек. Мне ей жалко. Вот такая я.